Пап, а что такое Ютуб? А это когда, сынок, ты не ждешь в 7 вечера, чтобы мультики посмотреть, а смотришь когда угодно и сколько угодно. Разве так бывает? Так было. А я уже через год в армию пойду? Через два. Те же восемь. В армию-то с десяти. А мама скоро с работы придет? Как родит, так и придет. А потом опять на работу? А почему опять? Через девять месяцев. А почему Америка хочет нас захватить? Из-за нефти и газа? Нет, сынок, нефти и газа у них и самих полно. А вот фильмы ужасов снимать, не тратясь на декорации массовку, это другое дело. Фильмы про зомби-то нынче в топе. Деньги, сынок, деньги. Ну что, сынок, что сегодня в школе делали? Разбирали и собирали автомат. Подожди, а это разве не со второго класса? Не, со второго вождения танка. А, ясно. Что получил сегодня? Небольшое ранение. Где? На физре. Гранаты бросали. Ну так, царапина. Понятно. Че с домашкой? Задачу по математике задали. Помоги сделать. Давай. У Сережи было десять патронов в калаше, а у Андрюши двадцать. Насколько патронов больше может всадить Андрюша в Сережу? Ну, двадцать минус десять. Сколько? Пап, ну зачем мне эта математика? Она мне в жизни вообще не пригодится. Ага. А, когда в магазин пойдешь. И тебя там обсчитают. Пап, в магазин нельзя пойти. Его можно только снарядить. Двоечник. А правда, что нас раньше было 140 миллионов? Правда, сынок. А что случилось со ста миллионами? Они плохо думали о нашем президенте. Они что, были больны? И опасны для общества. А почему другие страны так плохо живут? Ну, не всем повезло с таким президентом, как у нас. Сегодня мы его рисовали. У вас было рисование? Нет. На стенах бункера, под школой. Вы его уже выкопали? Ага. Если американцы сбросят бомбу, выживет весь класс. Класс. Ненавижу американцев. Сами живут в нищете и других туда тянут. Да, еще те злые дни. А когда мы убьем всех неонацистов, что будет? Будут ультра-неонацисты. Ну, когда они уже закончатся? Ой, сынок. Пока жив один человек, они никогда не закончатся. Пап, а зачем ты виллы точишь? Сейчас такое время, сынок, когда в доме должны быть наточены не только ножи, но и виллы. Это какое такое время? Интересное, сынок. В интересное время мы живем? Это точно. А если б не наш президент, где бы мы сейчас были? Мы бы в раю были бы. Нас бы убили? Не, у нас был бы свой сад, росли яблоки, все бы смеялись. Смеяться ж нельзя, это грех. Не, в раю можно. Хочу в рай. Но все же, зачем виллы, если у нас нет сена? Верно, сынок. Когда нет сена, виллы не нужны. Но когда нет прав... Лови крысу! Пап, а что значит затянуть пояса? Это значит меньше есть и больше работать. И что, все затянут пояса? Не, сынок. Кроме тех, кто говорит об этом. Зато мы теперь самая худая нация. Серьезно, а кто на втором? Эфиопия. Подтяни штаны. Ага. А что значит времени на раскачку нет? Это значит детская травма, сынок. Это как? Ну, когда наш президент был маленьким, он хотел, чтобы папа его на качелях покачал. А папа говорил, времени на раскачку нет. И уходил. А наш президент говорит и не уходит. Ну, значит не проработал еще детскую травму. Ну, а кто если не он? Так, идем на кладбище. Зачем? Покажу тебе, кто мог бы быть, если не он. А ну-ка померь. Пап, а мы пойдем на казнь? А кого сегодня? А, мальчик мелом на асфальте радугу нарисовал. Ух, жестко. Под накотой был. Не знаю. Пап, а чей Кипр? Наш. Значит, мы туда скоро поедем? Не, сынок. Значит, мы не скоро поедим. Все деньги пойдут на Кипр? Хех, они уже давно все там. А вот если бы политики не воровали, что было бы? Тьма. Ничего бы не было. Пап, ну все же. Почему цены растут и растут? Я подозреваю, сынок, что у власти есть запасной народ. Я б людьми так не транжирил. На понедельник. Пап, а зачем нужны выборы, если все знают, кто победит? Ну, ты же знаешь, что тебя все с днем рождения поздравят. Но все равно его проводишь. Традиция, сынок. Они могли бы деньги сэкономить, на что-то нужное потратить. Я тоже так всегда после дня рождения думаю. А правда, что Путин президент мира? Почти. Президент не от всего мира. А каша точно получится? Не знаю, но в книжке так было написано. Пап, а зачем нам столько земель, если нам их не дают? Нет ничего ценнее, сынок, чем приятные ощущения. Тебе их и дают. Величие. Тащи крупу. Пап, а правда раньше на телефонах кнопок не было? Да, и можно было мультики смотреть. Смотреть? По телефону? А почему сейчас таких не делают? Потому что мы за традиционные бытовые ценности. Поставь утюг на печь. А правда, что Путин поднял нас с колен? Не знаю, сынок. Я в этот момент на работе был. Говорят, что Путин нам послан с небес. Послан точно. С небес не знаю. Пап, а почему одним можно, а другим нельзя? Потому что другие, сынок, это позволяют. Неужели других это устраивает? А вот 17 марта и узнаем. Снимай утюг, тащи косоворотку. Пап, а почему люди верят тому, кто врет, а не тому, кто говорит правду? Им так проще, сынок. Завтра мы будем есть мороженое. О, класс, я рад. А в реальности не будем. Ну блин, пап, я на тебя обиделся. Поэтому людям годами каждый день говорят, что завтра они будут есть мороженое. А когда они врать перестанут? Ну, когда другие верить не станут. А когда они верить не станут? Когда с полок яйца достанут. Неужели людям все это нравится? Нравится, не нравится, но ждут, когда состарится. Замкнутый круг. И полицаи вокруг. Так, деньги вшил, доставать только в столовой. Угу. Пап, а почему Путин не уходит? А он не может уйти, сынок. Потому что тяжело ходить? И это уже тоже. Ну, стареньким ведь надо отдыхать. Ой, он и молоденьким неплохо это делал. У него дворцы, яхты, миллиарды долларов. Почему просто не уйти? С таким набором просто не уйти. И что, они так до смерти сидеть будут? Главное, чтобы не до нашей, сынок. Почему он так держится за это место? Без этого места не будет ему места на этой земле. Вот, сынок, это макаронный оберег. Береги его, он тебя спасет. От чего? От голода. М? Позади. Предвыборная кампания, накал избирательных страстей. Победа Путина сразу уже в первом туре. И вот теперь церемония, которая имеет огромное значение для российской государственности. Пап, опять будет поднимать нас с колен? Пятый подход. По шесть повторений. Ждем очередной рывок. Рывок, бросок на лопатки, прыжок в яму. Он так ничего и не сделал за 24 года. Ну как? Спас от мира, уберег от развития, оградил от цивилизации, защитил от лучшей жизни. Опять будет врать, положив руку на конституцию. Не, просто положив на конституцию. Ты думаешь, это заклинание поможет? Не знаю, сынок. Ну я хоть что-то делаю. Давай вместе. Испарись! Испарись! Вот так, сынок, не останавливаемся. Испарись! Испарись! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok